Всем привет! С вами снова Дима и в этом видео я бы хотел рассказать о плюсах и минусах жизни в Польше. Хотел бы заранее предупредить, что это сугубо мое мнение и у всех эти плюсы и минусы могут быть разными. Для кого-то, что для меня будет плюсом, может оказаться минусом и наоборот. В связи с тем, что я уже почти 5 лет живу в Польше, опыта у меня достаточно много, знаю достаточно много об этой стране, так что я считаю, что спокойно могу записать такой ролик. Так что поехали! Итак, начнем с плюсов и первый плюс, который сразу же бросается в глаза, как только вы пересекаете границу, это чистота и порядок. В Польше очень чисто, тут хорошие, чистые, ухоженные дороги, много тротуаров, очень много знаков и постриженные газоны, ухоженные дома, высаженные деревья и очень мало мусора. Как по мне, это большой плюс и как только ты въезжаешь в Польшу, вот например, у меня так было, как только я первый раз сюда приехал, ой, как это было давно, в 2014 году, я сразу же влюбился. Ну, очень понравилось. Вторым, достаточно большим плюсом является низкая стоимость на продукты питания по отношению к зарплате. Действительно, в Польше продукты питания достаточно дешевые, некоторые продукты питания даже дешевле, чем в той же Украине, Беларуси, за Россию вообще не говорю, они практически все, кроме алкоголя и сигарет, дешевле. Вообще, питаться в Польше достаточно недорого, что для меня является огромным плюсом, да и в принципе, как и для всех, кто хочет переехать или уже живет в Польше. А также совсем скоро на моем канале выйдет ролик о стоимости продуктов питания в Польше. Мы пойдем в один из самых популярных магазинов и сделаем там покупки на неделю, купим все самое необходимое и вы сами в этом убедитесь. Следующим плюсом является то, что в Польше достаточно легко найти работу. Уровень безработицы в Польше один из самых низких во всем Евросоюзе, всего лишь 2,9%. Работы действительно много, особенно физическая, и найти ее можно без проблем. Буквально зайти на любой из таких сайтов, например, как OLX, и это не реклама, просто заходите на OLX и ищите себе любую работу. Практически в каждом городе вы без проблем сможете себе ее найти. Просто высылаете свое резюме, которое в Польше называется CV, либо звоните по телефону, тоже это практикуется. Договаривайтесь на встречу и проходите собеседование, а на некоторые работы даже этого не надо делать. И работайте. Следующим огромным плюсом являются скидки и привилегии для студентов. Действительно их очень много, студенты в Польше могут себя чувствовать как короли. Кстати, каждый из вас тоже может стать польским студентом. Для этого достаточно просто выучить польский язык, либо подтвердить свой английский язык, выбирать вам. Но если вы хотите надолго приехать в Польшу, я считаю, что лучше обучаться на польском языке. Я почему расскажу в следующих роликах, но все же перейдем к студентам. Как только вы становитесь студентом, вы получаете легитимацию, с ней у вас есть скидки практически на все. На входы в музей 50%, на поезда 51%, на автобусы, на проездные городском транспорте, на какие-то кафешки. Также, если вы работаете, вы студент, вы не платите налог. И это недавно, вот буквально в 2019 году вышел такой закон. То есть, если вы работаете на умове злицения, об этом я буду говорить в следующих видео. Но все же есть умово опрация, есть умово злицения. Вот чаще всего студенты работают именно на умове злицения. И если вы на ней работаете, то вы тогда сумму бруто, то есть сумму, то что, по идее, вы должны получить грязными до выплаты налогов, такую же получаете и на руки. Что это является огромным плюсом до 26 лет. Только до 26 лет это немаловажно. В общем, студенты в Польше живут хорошо. Можно сделать такой вывод. Следующим плюсом являются люди. Люди в Польше очень добрые, открытые. И куда бы ни пришел, они всегда будут улыбаться, готовы тебе помочь. Даже несмотря на то, что ты иностранец. Чаще всего они толерантны. Хотя есть такой миф, что поляки очень националистические. Скажу честно, я 5 лет живу в Польше, я ни разу не видел просто агрессии в свою сторону. Несмотря на то, что я иностранец, никогда они плохо к этому не относились. Они очень толерантны. И, как по мне, это огромный плюс. Следующим плюсом являются путешествия. В Польше дешево путешествовать. Это достаточно дешево, потому что здесь есть дешевая авиалиния. Кстати, недавно они появились и в Украине, что очень круто. Буквально за 10 евро вы можете полететь в другую страну. Правда, с маленьким багажом. Но все же путешествовать из Польши дешево. Внутри Польши тоже дешево. А особенно, если вы студент. Цены на жилье в хостелах здесь не такие дорогие, как в других европейских странах. А входы в музеи вообще дешевые. Следующим плюсом является общественный транспорт. Общественный транспорт в Польше достаточно хорошо развит. Он ходит по расписанию, практически никогда не опаздывает. И стоит относительно недорого. Следующий плюс – это природа. Действительно, поляки следят за своей природой, за окружающей средой. Здесь практически не вырубают леса. Здесь редко происходят пожары. Никто не подпаливает леса. И это хорошо. Потому что даже когда вы едете в какой-то город, вы всегда через окно можете увидеть оленя, сарну. Встретить здесь их не составляет практически никакого труда. Здесь много животных, много рыбы, много лесов, национальных парков. Они за этим всем следят. А есть даже такие места, в которых, чтобы вырубить одно дерево, тебе надо очень много времени получать какое-то разрешение. Так что за природой следят. И это хорошо. А теперь перейдем к минусам. И первым минусом являются цены на жилье. Цены на жилье в Польше высокие. Не скажу, что космические, но они действительно высокие. Что достаточно неприятно. Снять однокомнатную квартиру где-то в Кракове вам обойдется в 1800 злотых. Это очень хороший вариант. Это уже с оплатой коммуналки. Скорее всего и даже две. Где-то в Варшаве это будет еще дороже. Вот в таком городе, как Лось, это будет стоить где-то 1400-1500. Ну, достаточно высокие цены на жилье. Кстати, в евро это где-то 450-500-600 евро курс. Примерно можно посчитать 1 евро, 1 доллар это 4 злотых. Не буду входить в подробности. В общем. А купить жилье это от 1000 евро за метр квадратный. В каком-то небольшом городке. И в Варшаве до 3000 евро за метр квадратный. И про жилье более подробно расскажу в следующих видео. Если хотите узнать подробнее, то дайте знать в комментариях. А мы перейдем к следующим минусам. Вторым минусом является погода. У поляков есть такая поговорка. Sorry, takimame klimat. Что означает? Sorry, у нас просто такой климат. Кстати, последний год погода в Польше, ну, очень хорошая. Даже лучше, чем в той стране, откуда я приехал. А обычно это дождь, это пасмурно, это холодно. И лето тут прохладное, зима относительно мягкая. Но все же погода не ахти. Следующим минусом является грязный воздух. Особенно это относится к таким городам, как Краков, Катовица, то есть южная часть Польши. Так как большинство людей там до сих пор отапливается углем. И там очень много смога. А эти города находятся как бы в низине, и поэтому там собирается этот дым. И дышать там достаточно сложно. У многих людей появляется кашель, появляется боль в горле. И с этим борются, но пока не сильно успешно. Ну, для многих людей это даже причина переехать в другую страну. Я даже знал таких, которые из-за того, что был плохой воздух в Кракове, они просто переехали обратно в Украину. Следующий минус, и как по мне, это один из самых больших минусов. Особенно это касается моего города, то есть Лодзи. Это патология, так званая патология. По сути, это неграмотное население, которое увлекается алкоголем, наркотиками и разгульным образом жизни. Они не работают, государство им платит пособия. И они просто ходят по улицам и просят деньги. Живут в отвратительном жилье и прикапываются каждому, типа, «Эй, жемку, слухай, машь два злотых на бушках, алло?» Вот что-то в этом роде. То есть, чувак, если у тебя два злотых на сигаретку. Это ужас. В центре моего города их очень много. Знаю города там, где их еще больше. Потому что, как по мне, это огромный минус, с которым надо бороться. Польское правительство, услышите меня. Надо бороться с патологией. Понимаю, что они люди. Но все же, надо как-то их перевоспитывать. Следующий минус – это большое количество рекламы на заборах, на домах. Особенно, когда идет выборная кампания. И особенно хорошо это видно в селах и в маленьких городках. Несмотря на то, что, как я говорил, здесь очень чисто и ухоженно, рекламные бигборды и ролики на заборах очень портят вид. Они не дают до конца ощутить ту культуру, тот климат этого города. Они все портят. Зачем вы вешаете эту рекламу? Зачем? Я понимаю, она вам приносит деньги. Но не такие же большие, что портит эту прекрасную страну. Объясните мне. Поляксы! Полца вам та реклама! Следующий пункт, лично для меня, минусом не является. Ну, для многих людей, которые сюда приехали, он утрудняет жизнь. Это язык польский. Польский язык достаточно сложный, хоть он и похож на русский, украинский. Даже что стоит название некоторых городов, таких как Ченстахова, Петр Куртрибунальский или Бялоуэнка. То есть он специфический, но выучить его можно. Ну и последний минус на сегодня и вообще в этом видео, это документация и бюрократия. В Польше очень много бюрократии. РОДО, документы. РОДО это защита авторских прав и прав собственности, так сказать. Если вы даете куда-то свою фамилию, вы должны подписать много бумажек, чтобы подать документы в тот же ужин, в так званую администрацию. Так называемую, я извиняюсь. Вам нужно сложить очень много документов, документы, бумажки здесь повсюду. Это усложняет жизнь, хотя в Польше можно открыть бизнес за один день в интернете. Но все же, документов здесь много и они действительно являются минусом. Можно как-то все упростить. Ну и на этом все, мой список подошел к концу. Но если вы знаете какие-то еще плюсы и минусы жизни в Польше, то обязательно напишите об этом в комментариях. А я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Вот совсем скоро у меня уже будет тысяча подписчиков. Я буду очень рад и буду вам благодарен. Ждите новых видео. С вами был Дима. Всем пока.